Беговая дорожка – устройство весьма полезное и давно уже не редкость как в тренажерных залах, так и в домашних условиях. Но также не лишним будет вам знать, что данный представитель фитнес-индустрии является самым капризным и весьма прихотливым в работе среди всех своих собратьев. Львиная доля обслуживания всего кардиооборудования выпадает именно на это чудо техники и современных технологий. Если вы забыли и уж тем более забили на данного товарища, не уделив ему своевременного и должного технического внимания, он с большой вероятностью попросту остановится с неприличными писками и жестами на экране. Ну что ж, держите наш ТОП 5 самых распространенных поломок беговых дорожек. Поехали! И первой неисправностью нашего списка является откуда ни возьмись посторонний шум, треск и глупость. Обычно шум этот нагнетается изо дня в день и доходит до того, что заниматься уже просто невозможно. Наушники не спасают, а соседи перестают здороваться. Варианта два и оба мы рассматривали в наших видео о ремонте. Первый. Вышли из строя подшипники в двигателе. Второй. Подшипники переднего или заднего волок, а иногда и все вместе. В обоих случаях нужно действовать незамедлительно, так как последствия могут быть печальными, а ремонт выйдет вам в кругленькую сумму. Как заменить подшипники, мы подробно разбирали в предыдущих видео. Неисправность номер два. Дорожка бьется током. Происходит это, когда вы касаетесь руками оголенных проводников, к примеру, датчиков пульса или кнопок на панели управления. Причиной этого является статическое электричество, которое образуется в результате трения двух тел, в данном случае бегового полотна по деку беговой дорожки. Естественно, так быть не должно, ведь в исправной беговой дорожке полотно покрыто антистатической нитью, но в процессе эксплуатации и отсутствия должного обслуживания нить попросту стирается. Я не буду останавливаться подробно на том, каким последствиям это приводит, мы уделили данному вопросу целый сюжет, можете ознакомиться на канале. Неисправность номер три. Беговая дорожка выдает ошибку Е1. Безусловно, любой тренажер оснащен обратной связью и наличием ошибок, дабы мастеру было проще понять, в каком узле неисправность. Ошибки все разные, и все зависит от фантазии производителя. Но есть одна ошибка, которая встречается во всех домашних и многих профессиональных дорожках. Итак, когда выпадает данная ошибка, это может означать следующее. Первое. Беговая дорожка запустилась. Полотно начало движение, но примерно через 7 секунд она останавливается и выдает эту ошибку. В таком случае причину нужно искать в датчике обратной связи, так называемом геркон-датчике. Дорожка запустилась, сигнала о движении нет, она остановилась и выдала ошибку. Второе. Беговая дорожка не запустилась и выдала ошибку. Здесь проблема уже в электронике или двигателе. Проверяйте соответствующие узлы. Четвертое. Неисправность. При нажатии на кнопку подъема моторчик гудит, но дорожка не поднимается. В двигателе подъема находится сложный комплекс пластиковых шестерней, который приводит в движение угол подъема и резистор положения. Шестерни эти очень легко сломать. Происходит это, как правило, из-за неисправности резистора. Достаточно сломать пару зубцов, двигатель будет работать в холостом. И, наконец, пятая неисправность. Дорожка будет обмаживать при беге или ходьбе. Довольно частое явление и может быть вызвано, как правило, целым рядом неисправностей, а иногда и их комплексом. Первое. Проверьте натяжку приводного ремня. В одном из видео мы рассматривали эту проблему. Полотно должно быть тоже правильно натянуто. Отсутствие смазки бегового полотна со временем приводит к истиранию скользящего покрытия деки. Если это произошло, то при наступании на протертое место будет появляться так называемый эффект прижигания полотна, в результате чего полотно под вами будет тормозить. Ну что, друзья, вот наши очередные Дай-5. Подписывайтесь, чтобы знать больше о ваших тренажерах. Делаем спорт вместе! Продолжение следует...